Потом я вообще не понимаю, у тебя стратегия есть? Или тебе вообще действительно на все плевать? Мне тебе действительно на все не плевать. Когда тебе нечего возразить, ты строишь из себя дебил. Вы знаете, что есть история, длина, но поскольку я не историк моды и срал и на это, то у меня они, работая в перформансе, выяснили какие-то свои отношения, скажем. Если это у меня солнечные цветы, я вешаю как цветы все. И где-то я в конце даю показу, как урбанистические цветы превратились в камушки, кирпичи, булыжники. Если у меня там платье однотонное практически, без цветов, то там одна человека, как бы они идут модерн, там туда-сюда-сюда-сюда, потом там материал крем-дышин пачки, крем-жаржет, потом плотность с каким-то украшением, потом сюда уже 60-е, здесь вот эволюция, как и материалов. Вы все увидите, я сейчас покажу вам, в принципе, ну скажем, к примеру, да. Я скажу прямо, здесь схемы определены, их можно перевешивать, их можно мешать. Если там мы называем там, как везде в народе говорят, коктейльными, пойти на вечеринку, там диско. А в конце концов я вас приведу в индивидуальное платье, где вы посмеетесь до слез. В той комнате я потом расскажу, это платье, которое я знаю, кто мне дарил, там Солженко, Цветаева из сестры, там, и другие такие платья. И с платьем можно составлять, с платьем вообще можно составлять такие истории, как «Любовь до гроба». Это я люблю больше всего, в принципе, как художник. Это уже нарисованная картина. Они у меня начинают в перформансе рассказ о том, что жили-были хорошие две тетки. Одна выходит с иконой, другая с молитвенником каким-то. И выходит такие все верующие, все такие, ну, прям чистые. Никого не обижали, ни крестьян, все здорово. Приехал, подлец. И в это время дым пошел, и звучит песня «Там Дали за рекой», и начинается новая генерация, как бы, там смешанные вещи 60-х, 70-х, 80-х, ну, как бы, праздничные, выйти куда-то тусануть. И, как бы, понятно, что там они супер-присупер. И я очень люблю, конечно, вот эти платья, потому что вот это вот чистая русская душа, на чем Денис Симачев сделал себе имя. Я ему во Флоренции взял эти платья, когда он попросил меня оформить ему на неделю моды там витрину, я сделал вот эти платья, а потом оделок на манекен, вернее, взял с собой, потому что я их очень люблю, вот эти, это чисто. Я хочу сказать, что вот это вот, 90-е годы, когда, вот это время, пиздец плохого вкуса, второго уровня второго вкуса, потому что их было два. Был плохой вкус, на чем выросли великие художники Кабакова, и была там на том, что плохой вкус, это имеется в виду, когда на сознании искаженного вот этого пролетарского Кабаков взял себе имя там на том, что берешь какую-то хуйню, это очень бред какой-то, вот берешь, ну, с кухни рисуешь, или надпись пишешь, там, занято, или положите спички, табличка, коммуналка, это тупизм. Для мира был открыт тупизм, к которому пришел, как бы, ну, тупик сознания, ну, типа, примерно, если сказать, вот, вот платье, которое можно было выкинуть, но, чтобы не выкинуть, кто-то взял серебро-золотую ниточку, прошел, и много написал Пьер Карден, взял, ну, дохуя Пьер Карденов тут, видите, то есть он прям по нарастающей, по лестнице он идет, вот, вот, это примерно из того, что плохим вкусом можно сделать себе имя, ну, так же, как вот эта вещь из плохого вкуса, да, вот, ну, бля, она охуенная на самом деле, ну, ну, как бы, это вот, да, вот, что здесь, скажем, плохого, это, это шедевр для плохого, галстук, шнурки, пуговицы, медиатор от гитары, чесемочки, ну, это для меня это не вейв какой-то, когда увидел это, я просто упал от радости, это с каким-то фриковым сознанием и для собственного индивидуализма, а это массовое сознание, это, как, говорит, ширпотреб, люди покупали белый сатин и черный, красили в какие-то цвета, и феноменом этого времени является то, что не было белого сатина, просто нечего было шить, и черного не было, потому что гробы было нечем оббивать, оббивали голубым и розовым, мужчинам голубым, женщинам розовым, я даже спросил мужиков, говорю, а если гомосексуалист умрет, типа, как будете оббивать, он говорит, а то такой гомосексуалист, а то, что ты не знаешь, что ли, это пидор, а не пидор, а то, а, сверху голубым, снизу розовым, а это, конечно, это все красиво, не пугай, той красотой, которую я любуюсь, но постоянно то, что я реально не могу смеяться и говорить о хорошем вкусе, либо о любви, конечно, я очень люблю вот эти все нежные русские вещи, которые очень, ну, как бы мало похожи на какие-то другие, и эти просто, ну, они прям, как такая 60-х годов царевны, да, такие, не смеянки. Уехал, подлец.